всем привет сегодня мы с вами поговорим про две вот такие вот на мой взгляд очень удачные портативные точилки от американского бренда work sharp и наверняка у постоянных зрителей моего канала напрашивается вопрос ты же говорил что вся заточка будет на втором канале все верно но дело в том что сегодня мой первый розыгрыш я предлагаю вам принять участие в розыгрыше 5 вот таких точилок который собственно предоставил фонарик market точка ру ссылочка на эти точилки будет там же в описании и в конце ролика я вам расскажу условия как получить вот такую вот точилочку мы и обязательно потестируем доставка по снг это там беларусь казахстан россия украина доставка за счет собственно фонарик марки вы разумеется получите новенькие и мы их разыграем аж пять штук но об условиях чуть далее собственно вот это вот такие достаточно симпатичные интересные экземпляры причем вот такой вот компания work sharp сейчас производит для benchmade только вот в его таких фирменных голубо-синих цветах потому что штука на самом деле очень удачная для охотников как сказал один мой товарищ был такой была такая картинка где лежит фикс от бенчей и серии хант складень по-моему гризли называется и вот такая штуковина только синие он сам практикующий охотник он четко сказал что это нормальный адекватный набор охотника так если вот с этой точилочкой все понятно здесь у нас по сути пластиковый корпус две резиновые подставочки и собственно есть керамика и есть файновый алмаз зачастую файного вот этого алмаза хватает для любой правки даже для небольшого ремонта есть у нас отверстие для того чтобы можно было привязать темляк можно удобно вот так упираться и работать в принципе собственно вот так вот здесь ну понятно что здесь нужно аккуратность соблюдать либо упереть можно и работать то же самое здесь есть направляшки как нам говорит официальный сайт направляшки у нас под 20 вот этот угол и под 25 у нас керамика как бы они на керамике рекомендуют делать микроподвод керамика тоже у нас файнова это такой более походный вариант хорошо подходит вот там для каких-то небольших фиксов и собственно для складней вес этого чуда всего 47 грамм напомню что вот вес вот такого вот камушка от венёвца в двухстороннего до который очень часто с собой берут 66 грамм это весит больше чем вот это но чистоту поверхности можно здесь получить получше понятно что здесь можно выбрать разную гритность здесь у нас она только одна по габаритам 150 длина 43 ширина и 12 в толщину миллиметров это очень компактный такой инструмент но вот эта штуковина мне понравилась в разы в разы больше и хочу сказать что вот эта вещь позволяет закрыть гораздо больший пул задач чем предыдущий агрегат как я уже говорил называется она гайден направленная да получается с направляющими под углы field sharpener что это именно такая для поля вес ее 130 грамм это вот если у вас будет камушек в два раза шире то это будет как раз по весу то же самое что и вот эта точилка но здесь у нас есть направляйки под алмазы под 20 градусов и видите да прописано собственно это гальваника вот это у нас часть файновая вот эта часть корсовая на прям реально позволяет сделать ну такой ремонт что вы кладете вот так вот берете нож и собственно вот так проводите да прям по вот этой направляющей сначала здесь потом здесь но опять же в зависимости от повреждений какие получил у вас нож далее есть у нас керамический стержень который у нас проворачивается вы видите букву си это значит корс грубый есть у нас для крючков и есть у нас файновая керамика файновая керамика выглядит вот так корсовая так вот это у нас для крючков да у нас есть такие тут пазики чтобы протачивать и вот так вот такая вот я не знаю передаст камера или нет в общем такая мелкая гребеночка это тоже для того чтобы все это дело ну править более грубо керамика на 25 если вот эти основные на 20 градусов на сторону то керамика на 25 плюс есть кожанка заранее пропитанная с пастой производитель рекомендует ее периодически смазывать немножко маслом чтобы она не дубела не отклеивалась и всегда чтобы чуть-чуть была промаслена здесь на коже работает все интересно вот если даже на керамике да вот есть направляйка вот вот такие вот скосики ставите проводите все хорошо то здесь ставим вот тогда поскольку нам нужно же не зарезаться в кожу есть вот такой спуск кладете прям вот так и вот так вот прям ведете очень все продумано плюс керамику можно быть просто теплой водичкой здесь у нас есть специальный короткий стерженек файновой керамики для серийтора вы подставляете каждую часть серийтора и по 5-6 движений туда-сюда делаете тоже все с этим хорошо это гальваника соответственно она на металлической основе и она может если вы будете все это дело замачивать в воде именно замачивать не мыть не влага именно замачивать могут появиться следы ржавчины на обратной стороне слоя поэтому все эти алмазы эти плитки они вот такие съемные можно снять докупить их отдельно если они у вас сработаются и все плюс внутри у нас есть вот такой вот кармашек куда вы можете сложить какие-то там я не знаю тряпочки запасную пасту какое-то маслица что это удобно что у вас все лежит плюс есть отверстие для темляка и обратите внимание на вот эти вещи это не просто абы что это даже не конструктор для детей для повышения знаете этой соображалки и мелкой моторики что сюда нужно правильные фигурки это ключи для накручивания наконечников на болты стрел но на болты либо на стрелы от арбалетов либо луков у них же тоже они разные смысле вы берете его вот так вот если вас крест-накрест вставили и накручиваете это вот даже вот такой вот момент это чисто такая полевая штука напоминаю здесь 25 градусов здесь по 120 пластины можете ставить как вам удобно все на магнитах единственное что производитель упоминает что если у вас есть сердечный стимулятор лучше этой штуковиной вблизи него не пользоваться поэтому вот штука собственно выглядит вот так габариты и и чуть больше чем у предыдущего 170 на 35 и на 25 в самом толстом месте когда вам говорят что вот такая точилка или любой другой аналог не важно как он называется кто его производитель что это отличный вариант для выезда и все остальное знаете это маркетинговая уловка по одной простой причине на выезде на охоте где у вас есть металл где у вас есть влажность у вас во первых все будет ржаветь во вторых очень сильно завести по весу а как правило постараются брать с собой как можно меньше по весу плюс вы упираетесь во время в освещение в набор абразивов всякие защитные там скотчики все остальное в общем это все санина в уши и не более на самом деле практикующие охотники едут на охоту с заранее заготовленными там тремя четырьмя семью ножами зависимости от поставленных задач и как правило для правки своих ножей используют вот такие обычные виневские камушки и не более но вот такие агрегаты на мой взгляд это будущее не побоюсь этого слова и так если вот с этой штуковиной все более менее понятно и все очень просто то здесь столько всего интересного и столько разных возможностей и хочется же опять же это потестировать но здесь мне очень понадобится ваше воображение допустим есть у вас уже сформированная компания друзей с которыми ездите вы на охоту на рыбалку и вдруг в этой сформированной компании появляется новичок он еще не знает будет ли он этим заниматься он заехал в ашан закупил себе там снаряжение он такой вообще профан полный ни в чем нигде не понимает и он не знает насколько вы относитесь к своим ножам поскольку я больше увлекаюсь складнями рассказывать буду на примере складня допустим вы готовились к охоте или к рыбалке сидели точили свои ножички чтобы все у вас хорошо резало кстати интересный момент что на самом деле охотники не пидорят свои ножи до вот этих блестящих соплей на кромке а стараются ставить такой более агрессивной чтобы хорошо резало мясо или ту же самую рыбу это такое немножко лирическое отступление и вот вы сидите точите свой ножик все остальное и тут вы где-то заняты и кто-то говорит парня есть у кого-то нож подходит этот новичок назовем его кирпич значит берет кирпич этот нож и делает следующее он себе отрезает кусочек чего-нибудь на керамической тарелки если вы вдруг взяли либо он просто это делает я не знаю там на камне на столе но в общем не на дереве и мы с вами прекрасно понимаем к чему приведут вот эти вот все последствия когда режут на чем-то не предназначенным для этого но мы же с вами понимаем что вы очень быстро все это сейчас здесь поправим или вот здесь далее другой новичок такой же его кореш назовем его втулка вот этот втулка подходит и вскрывает консерву ну и наверняка в таком случае используя ненормативную лексику вы попытаетесь объяснить свое негодование недовольство сложившейся ситуации этот момент мы пропустим но теперь хочется понимать после консервы есть нормальные повреждения есть полное затупление кромки что сейчас ну вот вот так вот все и это нужно поправить вот сейчас мы и посмотрим сколько мне понадобится времени для того чтобы заточить этот ножичек значит мы поставим вот так вот часики запустим их и будем смотреть а теперь приколитесь пять минут мне потребовалось для того чтобы нож у меня стал резать вот так вот так с вывертом это все вот на вот этой вот точилочки не знаю я не пробовал что будет с салфеткой салфетку наверное но так грубовато вот я кстати знаете не поправил на кожи давайте мы вместе посмотрим насколько это удобно делать кстати я оценил все очень неплохо продумано и самое главное что не требовательно к месту здесь вот так вот ставим щек щек очень все просто ведешь просто прямо и вот как у тебя как по рельсам она все шло так она у тебя идет опасно напоминаю что сильно давить не надо для того чтобы не сильно не подлинзовать кромку съем идет прям суперский паста такая зелененькая типа бои здесь сейчас покажу появились конечно на пластике особенно вот когда работал по керамике появились конечно на пластике следы так еще лучше стал так давайте еще раз попробуем да вот та бумажечка которую я вначале пробовал резать супер-супер так ну салфетку получше режет но пять минут под разговор нетребовательное все это дело к свету к месту я это делал вообще вот на резиновом вот таком вот матики да это многие спрашивают что это это парни коврик для клавиатуры с алиэкспресса вот собственно нож был приведен в порядок вы скажете но так у тебя же говноножек совершенно верно но так здесь алмаз и керамика которому по хрену какая твердость потому что алмаз это самое твердое что в принципе есть из абразивов то что он 10 по твердости соответственно что я заметил вот здесь все конечно вы здесь конечно все грязниться чумазится сейчас я все разберу буду чистить и когда работаешь на керамическом стержне обратить внимание вот здесь подрезы вот здесь подрезы вот здесь вот здесь что все это на пластике обязательно будет появляться от того что вы пользуетесь точилкой ну а ну и ладно вы же ее купили для того чтобы пользоваться и еще момент разница между двумя вот этими заточными приспособлениями не такая большая но вот здесь функционал сильно ограничение поскольку здесь файновый алмаз им бы я снимал значительно дольше здесь корс дерет просто как я не знаю что я крайне доволен штуковина и серейтер не пробовал я не знаю насколько это пригодится а вот как отработала керамика как отработали алмазы посты все вот эти направляйки все супер но опять же повторюсь нужно помнить что вот здесь везде по граням будут появляться такие подрезы они на поюс не влияют но такой момент о котором стоит сказать микроскоп мы с вами смотреть не будем смотреть там не на что потому что это все таки такая полевая достаточно грубая заточка но она есть и она главное что работает да это все выглядит кстати покрытие на дерьмо ножики достаточно неплохо перешло консерву все здесь хорошо этот ножик мы точили на гаджете на стриме когда приезжал секира сочи у меня в инстаграме по моему есть даже сохраненный вот такая вот тема ну и подводим итог штука очень годная из вот этих двух выбрал бы вот эту потому что она не сильно больше по габаритам весит всего в половину больше и это приемлемо это всего 130 грамм при этом хороший функционал нравится вот эта вот тема но не с арбалетами луками я слава богу в повседневке этим не пользуюсь а вот этот вот карманчик в который можно сюда положить все что угодно ну и плюс функциональчик здесь получше теперь внимание по розыгрышу задание крайне крайне сложное нужно поставить лайк под этим видео и написать просто адрес своей электронной почты по которому я смогу с вами связаться и если вы победите просто в комментариях сегодня у нас с вами дай бог 17 марта на 1 апреля никак не приуроченная к дню дурака мы с вами это все дело разыграем собственно осталось времени до конца месяца поэтому один раз пишите свой mail и мы его потом рандомно разыгрываем и победитель получает одну из пяти вот таких вот интересных точил а на этом наверное все надеюсь вам было интересно всем спасибо пока пока